Я сейчас сканирую твои вибрации. Просто нужно удвоить продажи. Не можешь делать ничего, кроме маркетинга. Это ваша проблема, а не моя. Вика, жопа, ужас! Ты неадекватна! Я год бьюсь над этой проблемой, не могу понять, чем делать. Но как будто уже смирилась. Запрос какой? Запрос простой. Хочется зарабатывать хотя бы 1 миллион в месяц чистыми. Хорошо. А вот миллион будет чистыми. Дальше что будешь делать? Ну, конечная цель, конечно, вырасти еще, конечно, побольше. Желательно еще. С момента, когда получится сделать миллион, хотелось бы, может быть, еще раз 10 насштабировать. Десяточки. Ты знаешь концепцию контринтуитивности? Да. Давай еще раз ее вспомним. Коротко, да? Что у каждого человека есть некий свой тренд инерционного роста. Ты как-то по нему росла, до текущей точки дошла в текущей жизни. У этого линии есть свой как бы дальнейший тренд, как он может развиваться, твоя жизнь дальше, ну, с сегодняшнего дня. И она, скорее всего, как-то будет развиваться. Но очевидно, что ты находишься здесь, значит, тебя не устраивает эта линия тренда. Ты хочешь оказаться где-то вот тут и пойти вот в эту сторону. Да. Угол между вот этой линией и вот этой линией, он пропорциональный, прям пропорциональный контринтуитивности. Контринтуитивно. То есть, иными словами, ты будешь делать то, что ты сама по определению бы не делала. Давай попробуем выписать или хотя бы просто озвучить такие слова паттерн, понимаешь? Паттерн мышления. Паттерн мышления – это некая-то как бы установка в голове, которая, типа, вот она определяет твое поведение. У всех есть куча паттернов, которые нас могут мешать развиваться. Давай попробуем посмотреть, какие есть паттерны сейчас в твоей жизни. Я думаю, что у тебя есть паттерн спасателя. Есть, да. Спасать всех, короче. Брать на себя больше, ох, как много ты на себя, мать, взяла, короче. Вот такой паттерн, да? Да, есть. Вот для тебя паттерн спасателя – это сюда. Вот запишем. Спасатель. Не спасать тех, кто тонет, сказать, это ваша проблема, а не моя. У меня свои проблемы есть. Это контринтуитивно. На тебя, скорее всего, будто из тебя будут бесы выходить. Ты такая прям… Не сможет нормально жить. Это нормально. То есть всякий раз, когда вы начинаете действовать против своего паттерна, из вас бесы лезут. Давай еще попробуем синдромы. Не тратить на себя деньги. Да. Жить экономно. Да. Экономно. Экономно жить. Смущаться от богатства. Хочется завидовать тем, кто богатый, но тайно, чтобы никто про это не знал. Ну, нет. Ну, это сейчас социально ожидаемый ответ. Я понимаю. Ну, короче, ладно. Но тебя восхищает, когда люди прям живут жирно? Ну, да. Ты бы хотела жирно жить? Да. Ты похожа на ту, которая бы нормальная баба-боса тратила? Да. Вся бы там ходила в роликсах. Жила бы в пять звезд, бизнесом летала. Тачка у тебя была бы крутая. Ну, да. А смеялись предложить какой-нибудь гелик, наверное, у тебя был бы, да? Нет. Нет? А что там? Ну, либо Porsche, либо, может, Lexus. Lexus какой-нибудь. Хорошо, да. Ну, вот, короче, типа, экономить. Себя не радовать. Пока подождет. Еще у тебя такой паттерн называется трудяга. Вкалывать ты любишь, наверное? Да. Это про меня. Так, сейчас этот, я еще сканирую твои вибрации. На самом деле, тут магии нет, это просто осмотренность. Я просто, когда слышу знаковые слова, я уже понимаю, как это в диагнозе, короче. Я как доктор, когда хромой заходит, понятно, что там что-то с коленом. Типичный пациент. Понятно. Трудяга. Так, у нас еще есть паттерны. О, еще есть паттерн. Ты самый сильный сотрудник своей компании. Все остальные дебилоиды. Нет. Нет? Уже нет, вернее так. Уже нет. Излечиваешься уже. Но сильнее тебя нету. Пока нет, наверное. Вот, я про это, что ты как бы, нету чувака, которому ты можешь сказать, ну давай тяни, и он такой, и попер всех за собой. Пока нет. Супер. Так, лидер. Лидер во всем. Хорошо. Ну достаточно. Это, короче, интуитивное поведение. Понимаешь, да, мысль? Осмелюсь предположить, что брат ничего не делает в бизнесе. Да. Но он брат. А он жив, здоров. Да. Все в порядке. Сильный. Чем занимается вообще? У него, ну, скажем так, IT, информационное направление, он вообще, то есть, из другой области работает. Но он нормально заработает? Да. То есть, ты, короче, для него не источник существования? Нет. Давно? Абсолютно. И, скорее всего, если бы ты с ним поговорил о долях или о будущем компании, о изменении пропорции, то он бы, типа, не возражал бы? Ну, скорее всего, нет. Но ты не разговариваешь? Ну, нет, не разговариваю. Да. Это ваш паттерн. Ну, то есть, не проговаривать историю. Короче, в чем мысль моя? Почему-то, ну, то есть, это же странная хурма, что у тебя, начну так, бизнес работает в сфере, где есть деньги. В стройке стопудово есть деньги. Но при этом есть выручка, которая стагнирует, даже немножко подпросела и отсутствует прибыли два года подряд. Угу. Три. Странно? Это странно. Это странно, да. Всякий раз, когда происходит какая-то чертовщина, есть какая-то побочная выгода в том, чтобы чертовщина происходила. Вопрос, какая мне выгода, чтобы я страдал, это очень контраинтуитивный, но очень качественный вопрос. Вот берите любую херню, которая у вас давно, которая не решается. И к ней вопрос, какая мне выгода, чтобы она жила со мной. Я сейчас позволю пациенту попробовать курс самолечения пройти. У меня есть гипотеза уже. Ну, вот, собственно, к тебе вопрос. Как ты думаешь, какая может быть выгода у тебя в том, чтобы ты делала выручку, клиенты получали классные дома, подрядчики получали хороший заработок, сотрудники получали зарплату, но ты не зарабатывал. Какой? Есть. Вот. Это неправильная реакция. Запомните, всякий раз, когда первое... Да это же бред какой-то, бред вообще. Нет выгоды. Хер там был, нет. Потому что вопрос кажется сначала абсурдным для мозга. Типа человек сидит себе ногу пилит такой, пилой, и ты ему говоришь, какая тебе выгода? Да нет, выгода, мне ж больно. Но продолжай пилить. Ты такой, может, поговорим? Но я все равно еще раз спрошу. Что ты такого получаешь от того, что ты делаешь такой бизнес без прибыли, что ты перестанешь получать, как только прибыль пойдет? Я жду, что это поменяется. Сейчас попрет. Ну, не сейчас попрет, конечно. Знаете, есть три фазы. Первая фаза называется у меня прет. Потом есть фаза не прет. И самая плохая фаза, сейчас попрет. Потому что в этой фазе ты ждешь, что попрет, но по факту надо действовать, как не прет. Но из-за того, что ты не веришь, что не прет, ты ничего не делаешь со своей жизнью. Сейчас попрет, да, у нас? Ну, я не совсем так к этому отношусь. Три года просто не прет? Да, я с этим согласна. Чертовщина, Вика, жопа, ужас. Ты неадекватна. Перестань так делать. Хватит, брось пилу. Ну, я в целом меняюсь уже. Уже я на пути истинном. Ты в жопе, Вика. Есть адекватные люди, неадекватные, 40 метров говна и вот наше мышление. Есть богатые команды и есть бедные команды. Потом 50 метров говна. А затем мы. Типа для меня полный неадекват. Ну, я год бьюсь над этой проблемой, не могу понять, чем делать. Ну, как будто уже смирилась. Вот так это выглядит. Такая типа, ну, еще можно потерпеть. Ладно, давай, короче. Нахрап мне вышло, сейчас будем пробовать штурмовать ее уже избором. Ну, я просто, ну, я исчерпала все. В чем твоя выгода оставаться в этом бизнесе без денег? Что такого ты сейчас получаешь? Или чего ты боишься? Ну, единственное, что, возможно, меня может пугать при росте, ну, кратном, это, возможно, ну, рост уровня ответственности, разве что. И? Перед клиентами. И что случится? Ну, не справиться можно. И что случится тогда? Что бизнес рухнет. Да. По сути. И что тогда будет? Ничего не будет, придется. А ты старшая сестра или младшая? Младшая. Аппарат успешный? Ну, ну, да. Доверяешь мне? Доверяю. Я к тебе с любовью, то есть я очень хочу тебе помочь. У меня есть ощущение, что тебе выгодно не делать много денег, потому что есть несправедливость в конструкции с братом. И имею долю 50%. Ты на себе все тащишь, если что, огребать тебе, придут к тебе, спросят с тебя, а бабки пополам пилить. С одной стороны. С другой стороны, если ты сейчас не справишься и бросишь это все, как сейчас есть, скажешь, да нахер, я пошла одеждой заниматься своим бизнесом, другим, то ты такая типа, я лох, короче, вот брат, брату, короче, не доказала, конкуренция с братом такая, типа, на уровне, кто умнее. Возможно, точно, но другая проблема, что если, допустим, бизнес, ну, прекратит существовать, не смогу возместить, скажем так, данные на бизнес-деньги. Это для меня важно. А ты их не вернула еще? Нет. А сколько уже вернула? Ну, пока я ничего не возвращала, все деньги в обороте. Понятно. Он как бы с меня не спрашивает, он не то чтобы идет и говорит, Вика, дай мне денег. Он мне даже сказал, на деньги прослешь, грубо говоря, пожалуйста. О, и типа, я, короче, если просру, вот я лошара. Ну, возможно, да. А он, короче, в меня поверил, и он там придет, скажет, ну, что, все, да, ну, иди сюда, давай. Тереза будет вырубать с тобой, да? Нет, он не такой абсолютно. Он не такой, но есть страх, что так будет. Что ты, или ты себя виноватый будешь чувствовать из-за этого? Ну, виноватый буду себя чувствовать за то, что ты просто так, как бы слила. Вот, смотри, какая херня. Бросить нельзя, потому что, да, я лошара и подвела, чувство вины будет большое. Допустим, да. Вот. А если вырасту, то прибыль будет пополам делиться, хотя он всего лишь деньги дал. Что будет вот этим вот первым шагом на новый прямой? Золь, предложу вариант. Честный разговор с братом. Допустим, да. Он был у тебя, как есть, что ты рассказываешь, что ты боишься его подвести, что ты не продашь его ожидания, что ты не вернешь ему деньги. Нет, не говорила. Что ты будешь чувствовать себя виноватой, что тебе будет стыд, все это дерьмо, короче. Нет, не говорила. Как есть. Не говорила. И вообще, как бы, я бы рекомендовал тебе вот три, три встречи с братом по душам. Понятно. Вот пообщались, говоришь, еще надо. Еще пообщались, часа три посели, еще три часа. А что бы с братом? Первое, это попросить помощи. Первое. Второе, раскрыть с ним душу, душу излить, как есть. Проговорить варианты, сценарии, чтобы у вас были сценарии. Есть ты, Вика, есть Стас. Есть, короче, в голове Стаса, Вика, которая считает, что если Стас даст баблишко, то он тогда, она типа оценит, что он ее любит. Он ожидает от тебя благодарности, что ты, блин, Стас, я так тебе благодарна, ты такой любимый брат, ты так меня поддержал, мне так было ценно, тебе с***, да ты целая вселенная для меня. Ты же так ему не говорил ни разу. Нет. А он это ждет, короче, я уверен. А в твоей башке есть, короче, Стас, который типа тебе дал бабла и такой типа сидит, ну давай, блядь. Что там, скоро обострелешься, нет? А он на самом деле любить тебя хочет, понимаешь? И вы такие, из-за этого еще хуже стали разговаривать. Такое вот бредятина. А если вы это синхронизируете между собой, у вас будут идеальные счастливые отношения и бизнес попрет лучше. Теперь давай поговорим про бизнес-историю. Значит, то, что сейчас происходит у тебя в компании, скорее всего, попробуй, посмелюсь предположить, да, ты запустила контору и это, короче, прибыль, прибыль, это время. Ты запустила, появилась прибыль, да, потом, короче, было, выстроили три дома, пять домов, семь домов, двенадцать домов. И то есть, типа, вот сколько ты строила прибыли на один дом и сколько на двенадцати прибыли, столько же, то геморрой в двенадцать раз больше. Почему так получается? Потому что, когда у вас один или два или три дома, ну, до трех домов обычно, да, в стройке, в недвижимости, то у вас обычно есть там, условно говоря, одна бригада или две бригады. Ты сам продажник, ты сам продал, ты сам подропил, там, короче, денежата принял, тут и кассу посчитал, и закупки позвонил, то есть, геморр вырос, а прибыль уменьшилась? Да. Да? Да. Вот, это сценарий всех строителей компаний. И здесь у тебя, короче, двенадцать домов, но при этом восемь человек. Здесь два-три дома, да, ну, типа, здесь два человека, а здесь один дом и один человек, одна ты. И здесь прибыль максимальная, но это ремесленничество, а это бизнес. Но если у тебя команда восемь человек останется и будет строить, ну, как топ-менеджмент, бэк-офис, да, не двенадцать домов, скажем, от тридцать домов, то прибыль вырастет. А команда из десяти человек у тебя будет делать там уже не тридцать домов, скажем, а пятьдесят домов, ну, условно, параллельно. Понимаешь идею? Да, понимаю. И эту яму, нормальная история пройти. Яма команды, это называется первый упраничный кризис, когда команда сжирает всю моржу. Поэтому вот на этом этапе, когда вы выходите в эту яму команды, тут надо, короче, давить на газ в трех моментах. Первое, психотерапия. Второе, это найм, более агрессивный найм. То есть нужно прям быстрее комплектовать с сильными людьми, со слабым быстрее расставаться. И финально маркетинг-педаль. Активно качать маркетинг, но это педаль. Почему? Потому что маркетинг позволит тебе быстрее обрасти клиентами и запустить процессы прибыли. Поэтому сейчас что нужно сделать? Какие шаги прям конкретные рекомендации? Первое, нужна декомпозиция. Тупо декомпозиция в Excel, сколько должно быть людей эффективно, и домов, и продаж, чтобы была прибыль чистыми лям. Сходу, давай прикини просто практику этих композиции. Один дом, еще раз, сколько стоит? Ну, 10. Будем брать так. Дом равно 10 миллионов. А сколько он чистыми в доме валовой прибыли заложено? Ну, в самом доме 20% в среднем. Равно 2 миллиона валовой прибыли. Валовой прибыли, которую ты тратишь на расходы, плюс у тебя остается на все остальное. Правильно? Хорошо. Теперь давай посчитаем, сколько у тебя сейчас 8 человек стоит команды? Ну, полмиллиона сейчас. 500 тысяч? Да. Сколько в одном доме в среднем у тебя себестоимость маркетинга? Сколько в печку денег засадить, чтобы достать одну продажу? Вот клиент у нас стоит дешево, на самом деле. Сколько? Ну, где-то тысяч 40-50. 50 тысяч рублей клиент. Окей, теперь, а дел продаж сколько стоит? Процентов от чека? Ну, они не от чека, мы от маржи считаем их мотивацию 6%. 6% от этих двух миллионов? Да. Это сколько? 120 тысяч. 120 тысяч рублей. 200 тысяч рублей стоит еще сроком с одного контракта. Ну, вот смотри, получается, что у тебя дом за 10 миллионов одна продажа, 2 миллиона в ней такой, как бы, маржи. Из этих двух миллионов мы вычитаем с тобой 200 тысяч рублей и еще 50 тысяч рублей. Заложи еще сотку, потому что эта себестоимость маркетинга будет расти, скорее всего, при масштабировании. Плюс там у тебя появится еще отдел маркетинга, сотрудники, зарплаты, там и так далее. То есть 300 тысяч рублей убираем. Получается, что маржа 1,7 миллиона с одного дома. Правильно? Получается, что если ты продаешь один дом в 2 месяца, то у тебя сколько остается на месяц? 850 тысяч. То есть у тебя получается в месяц, если один дом в 2 месяца, из них вычитаем 500 костов, получаем 350 тысяч рублей вроде такой, как бы, грязной, чистой прибыли. Окей, если ты продашь один дом, то у тебя уже в месяц 1,7. Из них вот эта команда в 8 человек, сколько может максимум домов параллельно продавать и вести? Ну, смело в 2 раза больше можем вести спокойно, без увеличения команды. Вообще без проблем. Да, без проблем. То есть у тебя получается будет 1,7 минус 500 останется 1,3. То есть просто нужно удвоить продажи, просто продать не один дом в 2 месяца, а один дом в месяц. А теперь прикинь, у тебя 2 дома. 2 дома в месяц продается. Сколько чистой прибыли? 3,4. 4,4 минус, пускай будет не 500, я думаю, будет 700. Еще на 200 вырастет фод по стоянниках, это уже заложено туда, мы их уже вычтили продажников. Пускай даже 800 мы вычтем. Да, можно и побольше, да. У тебя сколько будет? 2,5. 2,5, да. 2,5, из которых твоих будет 1,2,5, даже при текущей реальности. Что здесь делать, чтобы ты продавала 2 дома в месяц? Да, вот. Что? Угадай. Маркник и пойдет продаж. Все. Тебе нужно взять и узнать, где гонят лиды все твои конкуренты. Они стопудово используют рекламное агентство. Приходишь к ним, говоришь, я хочу так же. Дашь денег, тебя просто копируют рекламные кампании, меняется логотип, у тебя снова лиды пошли. Мысль какая? Вот есть рынок лидов. Это горячие лиды. Это теплые лиды. А вот это вот холодные лиды. Если вы будете пытаться делать большую кампанию вот на этом кусочке, вы всегда будете ларочником. Все большие кампании построены не на сарафане, а на холодном трафике. И на способности его масштабировать и конвертировать. Канал трафика, например, у нас есть. YouTube. Канал трафика Telegram. Канал трафика Instagram. Канал трафика Offline. Канал трафика и там, короче, 21. В маркетинге у нас, ну и вообще не только у нас, есть три главных фазы. Есть первое опыление. Дальше влюбление. Это когда трафик прогревается. И конверсия. Это когда мы его подсекаем и уже превращаем в тот самый горячий лид, который, говоришь, у нас только 8 из 10 покупают. Опыление YouTube. Что будет главной метрикой опыления в YouTube? Количество просмотров, правильно? Роликов. То есть наша задача сделать так, чтобы у нас в 10 раз выросла статистика просмотров на канале. Что на это влияет? Новые ролики, шортс. Мы начали делать YouTube шортс. Вот эти короткие ролики. Закупать регламу можно у блогеров, чтобы нам перевалить трафик. Можно из других площадок, из Telegram в YouTube переливать, из Instagram в YouTube переливать, ну и так далее. Понимаете? Мы выписали, короче, херову тучу идей по опылению. Потом мы сели и штурмили херову тучу идей по влюблению. Что можно сделать на YouTube, чтобы люди, которые смотрят YouTube, еще сильнее хотели его смотреть? Например, вы, может, не замечаете, но ко мне регулярно подходит Ваня. Ваня, ты где тут? Да, вот Ваня. Он выходит, короче, с табличками. Дай, можно я покажу? Я просто покажу, что это работает. Мы продумали, мы заморочились жестко. Вот Ваня ходит ко мне и он, как продюсер, мне застает спорные мнения. Я должен сказать что-то про спорные мнения. Шок-фразу скажи какую-нибудь. Топ-список дай какой-нибудь прикольный. Шутку давай. Шутки не было давно. Долго. Вот у нас у всех вот что как происходит, а у вас вот как. Ну, понимаете? Мы наколбасили, короче, мы поняли, что эти зацепки, мы смотрели аналитику YouTube и поняли, что эти фразы цепляют внимание. И он мне все время их подсовывает, чтобы я про них не забывал. Я их использую в речи постоянно. Потому что это влюбляет трафик, это удержание ролика поднимает. Люди досматривают уши до конца. Конверсия. Как мы конверсию маньячим? Мы поняли в конверсии, что, допустим, мы просто под роликом сейчас писали сюда запишите на экскурсию, запишите на экскурсию, запишите на экскурсию. Мы подумали, есть какой-нибудь разбор, в котором мы разбирали психотерапию. Башку чинили кому-то там, да? Я подумал, мы же можем сказать в конце разбора, кстати, а если вам нужны крутые психотерапевты, под этим видео можно скачать чек-лист лучших психотерапевтов. И там контакты собираем. Хера контакты. А ролик был про маркетинг. Кстати, а список лучших маркетинговых подрядчиков вот в этом, короче, в чек-листе. И под каждым роликом, под его тему, свой делается лид-магнит. Вот так мы YouTube проманьячили. И вот так мы проманьячили 21 площадку. Дальше мы на каждый канал ставим человека. У нас будет 21 project manager, который будет башкой отвечать за 3 метрики. Метрику опыления канала, метрику влюбления, метрику конверсии. У каждого project будут еще подчиненные, которые будут ему нужны для того, чтобы его канал, короче, прокачивать. Еще отдельно будет отдел аналитики под директором по маркетингу, который будет анализировать эти каналы и выдавать им еще инсайты и прикольные решения, каким образом, короче, трофло генерить. У нас точно вопрос следами закрыт год на два уже. Я прямо это вижу. Как продавать два дома в месяц? Ты можешь продавать 200 домов в месяц на самом деле, если вот так подойти к маркетингу. А для этого нужно понять самое главное целевую аудиторию. Я поняла. Что тебе надо делать? Что ты поняла? Ну, первое, что мне надо с братом разобраться. Да. Поговорить обо всем. Поменять модель мышления и переключиться на развитие маркетинга. По нему, в первую очередь, больше всего нужно поработать. Ну, психотерапии, наверное, тоже понятно. Я, честно говоря, сейчас вижу именно по направлению компании, наверное, в большей степени маркетинга. Только маркетинг. Выставки — это одна из площадок и далеко не самая эффективная. Ну, я согласна, да. У тебя календарь есть расписание задач на день, на месяц, на неделю? Есть. Ведешь календарь? Да. Где ведешь календарь? У меня есть планировщик, Асана называется. Огонь. И в Асане есть календарь по дням. Вот ты берешь рабочий день, сегодня прям, и на ближайшие три месяца ты себе забиваешь 70% рабочего времени событием под названием маркетинг. Это значит, что ты в это время не можешь делать ничего, кроме маркетинга. Ну, например, для начала ты можешь купить себе маркетинговые курсы по маркетингу. Просто их начать проходить. В это время сидишь, проходишь курсы, ты занимаешься маркетингом. Если у тебя будет помощь, у тебя появится маркетинг. Потому что помощница может знаешь, что сделать. Ты можешь сказать, помощница, помощница, найди, пожалуйста, мне всех лучших ведущих экспертов маркетингов в России и организуй мне с ними со всеми консультацию в зуме на час. И ты просто за два месяца маркетинги узнаешь больше, чем все твои конкуренты за всю жизнь. Можно в любой площадке так разобраться за два месяца. Для этого нужны два инструмента. Помощница и слоты в расписании. Все. И ты эксперт в любой теме за два месяца. Спасибо. Давай, маньяч.